Субтитры делал DimaTorzok Получил я визу Когда я ее забрал, я даже не помню Это уже не важно В общем, на 10 ноября у меня билет 10 ноября сегодня Я сейчас нахожусь во Франкурке Сдал свои два чемодана Показал свою миграционную визу Немножко там замешкалась работница Потому что она с таким еще не сталкивалась И там по телефону ей объясняли, как что делать Да, все, ребят В общем, лечу я сегодня К семье домой, на ПМЖ И поэтому Постараюсь так коротко, как это возможно Показать во все Все, закончится моя жизнь в Германии Да, родители меня проводили До вокзала Уже до вокзала Чуть-чуть не успевал я, стресс был 10 минут до поезда приехали В принципе, все успели Но, да, не знаю Я сейчас просто Просто буду вам немножко показывать Особо длинным видео не буду делать В общем, 4 года 4 года Ждал я этого момента Вся семья ждала Наконец-то мы дождались И вот этот день наступил Осталось только прилететь туда, в Миннесоту В общем, хотел купить себе Energy Drain, знаете Я мало спал, два часа всего, да Но вот эта сборка чемодана Очень стрессовая была То есть, это уже переезд на постоянно, да Тут нужно ничего не забыть И думал, куплю себе Воздульчик В общем, вот там Киос, да Рилей, кажется, называется Да Там стоит бутылы, баночка этого Редбуль 4,95 Не, 5,95 А здесь 3,99 Вот в этом Цена сумасшедшая Ну, у нас ведь есть еще и автоматы Поэтому посмотрите Вот такая вот баночка Видите, здесь 3,50 Там 3,99 В другом киоске 5,95, кажется Но я возьму вот этот монстр За 3,50 Ну, я хочу вам рассказать немного Про аналогию всех событий Если вдруг кто-то не в курсе В общем, началось все в 2018 году Когда мы подали петицию На соединение семьи Рассчитывали мы на срок Примерно 14-19 месяцев Затем У нас наступила пандемия Все наши планы Прервались Было вообще Иммиграция Заблокирована Частично То есть, какое-то время Тогда была власть Трамп Затем Из-за пандемии Все затянулось Затем Документы стали Недействительными То есть Их срок действия Проходил Поэтому от нас требовали Постоянно загружать Новые документы И каждый раз Когда мы загружали Новый документ Национальному визовому центру Где обрабатывалось Наше дело Требовалось Всегда примерно Три месяца Пока они доберутся До этого документа Затем они добирались До этого документа Оказывалось Что им нужен Еще один документ Ну, я теперь скажу Например Такие документы Как Как это Налоговый отчет За последний год Да То есть Ну, само собой Да, мы в восемнадцатом году Подали Уже на носу Двадцать первый И двадцать второй год Естественно У нас попросили Эти отчеты За двадцать первый год И все это Все это Очень-очень Долго обрабатывалось То есть Ну, такие у них сроки Да Каждый загруженный документ Три месяца И требуется Чтобы до него добраться Да В конце концов Спустя четыре года Все-таки Они получили Все свои документы Рислали мне Имя в подтверждение Затем Мне назначен был Appointment На Собеседование В консульстве В США Во Франкфурте Что касается Восстанения семьи Только во Франкфурте Это делается Это не где-то в Берлине В Дюси-Видовке Гамбурглин Мунхене И так далее Где везде И спросил Своё посольство Да Затем Я прошел 12 октября Медосмотр 25 октября Я прошел Собеседование И все И единственное Мне нужно было Поехать во Франкфурт Это было Кажется Недель назад Да Это было Прошлой пять Сегодня у нас Четверг Десятое Это было Значит Наверное Четвертого Или какого-то Четвертого Ноября Я поехал Забрал паспорт Вам все тонкости Рассказывать Но В общем Виза у меня есть Для тех Кому интересно Виза называется IR1 Или IR1 Это виза Для Как это назвать Либо мужа Либо жены Которые Находятся в браке С гражданином США Кем является моя жена Который состоит в браке Более двух лет До двух лет Это уже CR1 Или CR1 Виза Да Вот в такой виза Я лечу То есть Что мне остается По прилету Получить грин карту После того Как я получил визу Получил паспорт Мне выдали специальный документ Где нужно было Зарегистрироваться Опять же И заплатить 220 долларов Взнос Или фи Как они называются Для того Чтобы получить Грин карту И это нужно было Сделать перед вылетом То есть Теоретически Я приеду Сейчас в США Я практически Сразу могу пойти работать Но я не знаю Через неделю Через 2-3 Я не знаю Там нужно тоже Оформиться Зарегистрироваться И так далее Это все не так Прямо Сегодня на завтра идет В общем Вот так вот все выглядит Если коротко Четыре года Это очень Очень много Сил Нервов Я не знаю Очень тяжело Это было Я не знаю Я вам не могу Этого передать Я в принципе Я в видео Как сказать Ну особо не возмущался Просто Как бы Инфамирую вас О происходящем Но на самом деле Я вам передать не могу Насколько это тяжело Когда у вас Двое детей Жена Семья А папа Смотрите Моя дочь родилась В Штатах И Ей уже 5 лет Ей уже 5 лет И То есть Она знает меня Как Папа приезжающий Уезжающий Мой сын Ему 9 лет Он знает меня тоже Как приезжающего Уезжающего Хотя мы Какой-то отрезок Времени Там максимально Полтора года Кажется Жили в Германии То есть Без выезда Кого-то из нас Это самый максимальный Промежуток Который мы жили вместе Я имею ввиду С ребенком Да Вот так вот Все выглядит Да Я очень рад Что все закончилось Но Я где-то Может В последующих видео По прилету Уже Могу конкретно Затрагивать Какую-то тему Да На данный момент Просто Просто лечу Просто я рад Жалко Конечно Я очень переживаю За родителей Знаете Как бы Ну по-другому 71 Мама на 7 лет моложе Да Ну будем стараться Видеться чаще Пока вот так Это Если вдруг Кого интересовала Хронология Сомните Ну а теперь Что Теперь будем Заходить Я вам еще не сказал Какими рейсами Лечу Лечу я рейсами Франкурт-Амсадам Амстадам Миннеаполис Для этого Есть причина То есть Обычно Я люблю Знаете Лететь Из Франкурт-Амсадам Куда-нибудь В Америку И там Пересаживаться Но в этом случае Меня будут встречать Пограничники И будет оформление И поэтому Оформление может быть Долгим То есть Я не знаю Сколько оно может длиться Регистрация меня И поэтому Поэтому Мне Лучше прилететь В Миннеаполис Чтобы меня там Оформили сразу Допустим Если бы я летел Через Детройт Или какой-то другой город То первая точка Прилета В США Там проходит Регистрация Оформление И там Возможно Я не успею На следующий рейс И начнется Вот эти все Опоздания И все такое Поэтому Первая точка Для приземления Должна быть У меня Миннеаполис Да Поэтому я Лечу через Амстадам Да Идем Заходим Последние шаги По Германии ну так что я вам с радами я вам с радами на про германию еще одну заметку забыл рассказать вчера зигурге откуда я на поезда взял сегодня утром кто-то позвонил в полицию и сказал что там а мог что ли планируется или кто-то, что стрелял даже так было на что полиция, конечно, все там позакрывала, и тот вокзал не работал я не знаю, до вечера точно на сколько часов, не знаю 6 часов вечера он еще был закрыт и поэтому тут как бы стояло под вопросом то есть полностью движение в сторону Франкута было закрыто между Кёлем и Франкутом это стояло под вопросом то есть, будет утром вокзал открыт или нет но повезло мне, что открыт иначе бы пришлось моему брату везти так, ну а теперь мы идем проходим как бы назвать-то короче, такой security check point то есть на интернациональную сторону переходим да, пойдем у меня всего пересадка час 15, кажется час 15 на D5 мне нужно не, E5 да, новом садам как часто я в нем был но чаще всего, конечно, во Франкфурте точка вылета и точка прилета Миннеаполис это два самых-самых аэропорта да, 28-й раз то есть уже иммиграционным стал 28-й мой полет в США вот они, вот они все Balenciaga, Burberry Batera, Hermes так, ну вот они хвосты ласточек дельты видны на одном из таких я полечу с E5, правда подошел, еще место поменял посадили меня посередине где 4 сиденья, знаете еще между двумя и оно было как бы ну, апгрейд сделали да, Comfort Plus я сказал не надо мне Comfort Plus дайте мне у окна она говорит у нас полная я говорю мне обычная иконами дайте все не хочу я посередине сидеть так, ну вот ладненько тут на крыле нового окна я не люблю сидеть вообще посередине между кемпом вообще не мое лучше я глазом ниже полечу как минимум один человек и окно здесь я все так живу в общем, мое место было знаете, где вот это вот пустое вот это вот посередине возле стенки вот здесь там, знаете телевизор он вытаскивается так, знаете при взлете при посадке нельзя его доставать смотреть надо обязательно складывать кушать тоже столик выдвигается из подлокотника да и некуда вот сумку вот так положить да то есть нет вот этого места поэтому я лучше вот так лучше не да она раздает сейчас как это называется там щетку зубную вот это все пасту затычки маску я говорю только это это давать а потом я смотрю я же уже не вот на этих синиях сижу а на вот вот этих обычных без красной каемки это уже экономик это комфорт плюс и я ей сказал а я же не комфорт плюс она говорит засмеялась типа ты типа ты в курсе вот так вот самолетик называется а330 200 300 ну что ты ну ладно тут инструкция да интернет в самолете есть видите классная штука можно переписываться можно также купить интернет платный нормальный такой достойный где можете фотки и видео отправлять а еще выглядит так что я сегодня вообще без соседа полежу видите классный зал молодец Виталий молодец это не в это не 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 в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...